Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет пошив сарафана и сошьем мы этот сарафан полностью от начала до конца то есть полный курс по пошиву сарафана сегодня вы сможете увидеть и этот сарафан на бретелях с вот таким вот красивым вырезом по бокам сарафан этот естественно мы с вами будем надевать с футболочкой либо гольфиком выточки талиевые и нагрудные их у нас здесь нет накладные карманы накладные карманы с отворотом и карманы здесь мы с вами сделаем двойные то есть они у нас будут с подкладкой и с лицевой стороны и с изнаночной стороны они будут такими цельными как их шить мы с вами тоже все рассмотрим по боковой стороне идет застежка также хочу обратить ваше внимание чтобы вы посмотрели внутри обтачка идет по спиночке обтачка идет спереди все мы с вами сегодня сошьем это не будет абсолютно составлять никакого труда потому что работая поэтапно вы естественно справитесь также в этом сарафане такие высокие разрезы которые вы можете сами регулировать контролировать для себя делать их выше делать их ниже но выше я думаю вы уже не захотите их сделать сам сарафан этот шился не на меня не на мою фигуру но я все равно продемонстрирую как он смотрится но посадка немножко на мне ну не такая как должна была быть потому что я бы для себя вносила кое-какие корректировки в эту выкройку но корректировок не было поэтому вот такой вот сарафанчик мы сегодня с вами будем шить шить этот сарафан мы будем по готовой выкройке она у нас из интернет-магазина шкатулка ссылочку вам обязательно оставим в описании по расходу ткани часто задаваемый вопрос смотрите пожалуйста в шкатулке расход ткани исходя из своего размера потому что у кого-то размер 48 у кого-то размер 58 у кого-то 62 то есть размер ткани естественно расход вернее ткани будет отличаться поэтому пожалуйста заходим и смотрим для пошива такого сарафана подойдут ткани костюмные это может быть ткань джинсовая в нашем случае это катон сатин цвета хаки в меленький белый горошек он у нас из интернет-магазина атлас ссылочку оставим в описании катончик этот сатин катон сильно не мнется при пошиве не возникает никаких проблем потому что это все-таки хлопок обладает он стрейчем что позволяет нам тоже приноски такой комфорт и удобства и здесь я буду использовать ну на застежку мы можем поставить пуговицы но я использовала кнопочки которые очень очень хорошо подходят с горошинками на этом катончике магазине атлас вообще большой выбор тканей и и при заказе от 500 гривен будет бесплатная доставка по украине можете сарафан рассмотреть теперь на мне вот смотрите здесь разрезы довольно таки высокие но для себя если бы я делала то я бы наверное по спинке вот здесь добавила маленькие вытачки но я имею ввиду это только чисто особенность моей фигуры вот а так в принципе все хорошо все удобно интересная такая длина и такой сарафан мы с вами надеваем с футболочкой надеваем допустим с гольфиком это может быть однотонный он в горошек он такой очень игривый интересный и вот смотрите я все-таки с каблучками демонстрирую его но прекрасно будет смотреться этот сарафан и если это будет какая-то спортивная обувь сюда кеды подойдут сюда подойдут кроссовочки либо просто босоножки на низком ходу тоже будет классно и хорошо выкройку мы получаем в электронном виде распечатываем и собираем по имеющейся схеме после чего необходимо все промерить все проверить потому что за того что мы каждый листик совмещаем и если у вас есть какие-то сдвиги возможно где-то какие-то миллиметры будут не совпадать вот например у меня сейчас покажу вам вот период кстати спереди я наметила карман пожирнее чтобы было видно и вот обтачка переда и если я вот сюда вот прикладываю где смотрите видите я вот здесь чуть-чуть ушла в сторону то есть немножечко вот у меня не ровно поэтому когда я буду кроить обтачку я должна это учитывать и внести корректировки то есть я ее обведу вот так куда саму обтачку и естественно потом вперед то есть нужно осноровить чтобы все детали я уже все осноровила свои вот смотрите чтобы у вас вот эти детали все совпадали это я вам специально все показываю после того как вы все выровняли у вас все сходится и сами обтачки вы проверили чтобы обтачка переда и спинки тоже совпадали то есть я имею ввиду что допустим вот этот край и вот этот край потому что где-то может быть на 5 миллиметров длиннее или на сантиметр вдруг что-то сдвинули то есть все это мы промерили раскроили я когда делала раскрой за счет того что здесь у нас разрезы единственное я добавила по разметке разреза вот здесь вот от этой точечки вот сюда на один сантиметр я сдвинулась то есть чтобы при разутюжки а мы будем их разутюживать сама обработка разреза в этой части было шире чем по боковому срезу и так откладываю я пока детали в стороны и рассказываю с чего мы будем начинать деталь переда на которой есть карман я сейчас этот карман вырезаю он мне нужен для того чтобы сделать разметку мы можем эту разметку сделать и копировальной бумагой можем разделать ну как угодно но я сейчас вот его вырежу и от середины от сгиба буду прикладывать и обведу мелом то есть таким образом я разметку кармана выполню и так вот так я прикладываю и намечаю уголочки после чего убираю в стороны и сейчас сам карманчик размечаю потом будет удобно работать затем переношу точно также разметку на вторую сторону можно сделать точно так же я имею ввиду приложив как я прикладывала но лучше всего это сделать вот так складываем вместе равняем каждый срез пройму серединку то есть вот так вот все подравнять и немножечко сейчас вот постучу и сейчас проверим вот смотрите карманчик у нас перенесся я его вижу вам возможно не видно но я вижу вот он вот вот эти края то есть намечаю это же обвожу далее обтачки переда я вот нарисовала буковку п и спинки мы с вами проклеиваем клеевым материалом я проклеила сюда уже флизелин проклеить и осноровить вот если у вас и где так что-то будет выходить то вы естественно все срезаете и ровняете вот здесь вот я подписала буковку п и поставила что это период и поставила буковку п или заметную чтобы мы не попутали детали и правильно с ними работали соответственно здесь спинка спинку со спинкой пока вот так вот откладываю период с передом карманы у нас размечены также мы с вами готовим детали следующие это у нас откосок застежки откосок застежки со сгибом и делаем припуски на швы вот при раскроя по одному сантиметру по всем срезом и 3 сантиметра на подгибку низа теперь смотрите вот видите откосок я вырезала без припуска с флизелина а остальное у меня идет все с припуском и вот так вот наклеила откоски тоже пока тут откладываем сторону то есть дублируем еще мы бретель по бретели делаем и естественно тоже с вами припуски на швы и я сделала и по длине и по ширине и флизелин наклеила на половину то есть нам бретели можно сделать либо со сгибом как сделала я либо и тогда будет две детали либо четыре детали но тогда вы будете швы прокладывать ну сшивать соответственно вот так вот да и здесь и здесь шов а я делаю со сгибом поэтому бретели я могу сейчас вот так вот заутюжить после того как я их заутюжу ну либо сначала шить потом заутюжить как вам будет проще ну проще сначала заутюжить то есть я вот сейчас прикладываю про утюживаем после чего разворачиваю лицом к лицу и делаю закрепку прокладываю строчку делаю закрепку то есть мы бретели затем выворачиваю подготавливаем откосок то же самое мы можем сразу среза вот так вот поравнять заутюжить после чего складываем лицом к лицу и откосок прокладываем строчку вот здесь делаем закрепку досюдова и то же самое вот здесь то есть мы вот с вами два края должны шить тоже откладываю это в сторону сейчас вы тоже все это будете делать карманы я не выкраиваю то есть я беру ткань карманы идут у нас двойные то есть у карманов имеется подкладка и она четко повторяет детали кармана поэтому предлагаю вам тоже так сделать я вырезала флизелин взяла карман и теперь карман обвожу то есть обвожу на ткани вот так как он имеется и буду делать строчку и так смотрите вот я беру карманчик перегибаю вот здесь у нас будет вот такая вот отворотная деталь то есть отворачивается карманчики пуговица но мне нужно будет укрепить и укрепляю я вот так вот флизелином значит вот здесь я сейчас должна проклеить флизелин вот видите потом у меня здесь все останется все лишнее срежется теперь смотрите вот карман я буду прикладывать потом делать припуск вот так допустим я возьму сейчас сделаю потому что я буду обводить карман и карман в другую сторону располагаю видите здесь лицо здесь изнанка чтобы правильно было то же самое подгибаю смотрю чтобы край меня вмещался и провожу еще одну линию которой также проклеиваю флизелин то есть моя задача сейчас просто приклеить две полоски флизелина флизелин я наклеила и теперь буду обводить сами карманы смотрите вот у меня сгиб я его отворачиваю и посмотрю чтобы здесь был припуск и вот так вот четко четко по карману провожу линии соблюдая направление долевой нити так сейчас возьму маркер другой чтобы был поярче и и таким образом мы размечаем с вами абсолютно абсолютно правильно карманы и будем делать строчку ну четко по имеющейся линии карман будем прошивать не полностью я имею ввиду что не полностью нам нужно будет сам карманчик вывернуть поэтому вот здесь вот я делаю вот такое вот расстояние ну сантиметра 45 для того чтобы была возможность вывернуть и вот смотрите вот мы прокладываем строчку начинаем отсюда пошли 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 вот сюда вот сюда 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 и вот сюда и опять делаем закрепку точно также я размечаю вот эту вот линию кармана навожу смотрю чтобы она у меня вмещалась вот сюда чуть чуть выше поднимаю карманы скалываем прокладываем строчки сразу же я иду и выполняю строчки на бретелях так как я вам говорила лицом к лицу и на откосках откосок срезаем уголочки выворачиваем я так вот закладываю палец внутрь здесь у нас уже все про утюжены и еще раз естественно про утюживаем вот такой результат мы должны получить теперь бретель по бретели то же самое вот здесь я немножечко высекаю затем беру булавочку выворачиваем и точно также про утюживаем откладываем всю сторону теперь карман карманы вырезаем вот таким образом чтобы у нас припуск там где мы оставили вот отверстие чтобы вывернуть карман был немножечко больше но делаю я это только для того чтобы удобно было работать и сейчас по карману значит вот так вот уголочки мы срезаем и вот здесь можно чуть-чуть срезать так нам будет легче выворачивать угол вот этот тоже здесь мы высекаем на повороте вот так тело и теперь нам необходимо будет карман вывернуть но прежде всего значит сейчас смотрите что нужно сделать это опять таки тоже для удобства то есть вот так вот мы прикладываем как в разутюжечку делаем да ну вот раскладываем вот здесь вот про утюжить затем поворачиваем на вторую сторону и точно так же чтобы была такая как ровная линия после того как мы вывернем карман карманчик нам будет очень удобно все закладывать и прошивать то есть мы должны с вами получить вот такой эффект теперь дальше вот здесь я немножечко обозначу это место то есть вот так вот про утюжу и естественно вот у нас в одну сторону вот у нас другую сторону потом мы здесь делаем еще строчку которая закрепит выворачиваем карман и про утюживаем карманы вывернуты про утюжены и вот здесь смотрите вот этот край мы можем прихватить вручную можем сейчас в процессе того что мы будем пришивать карман вот здесь вот по краю я буду отступать миллиметр где-то от края сразу пришить поэтому карман прикладываем прикладываем и сейчас по намеченным линиям фиксируем и прошиваем вот здесь вот я говорила что можно сделать строчку значит сначала я делаю вот здесь строчку и она будет у меня выходить немножко немножко за пределы сгиба для того чтобы она не просматривалась но она позволит нам как бы даст стабилизацию чтобы вот здесь вот не растягивалась хоть мы с вами и проклеили поэтому сейчас я делаю вот так вот строчку на пару миллиметров от сгиба после чего карман прикладываю по намеченным линиям пристегиваю фиксирую и прокладываю строчку вот от входа в карман и до входа в карман то есть до от сгиба до сгиба карманы пришиты и дальше с вами работаем теперь нам нужно поработать и с обтачкой и с бретелью и смотрите мы прикладываем обтачку и размечаем ее местоположение ну собственно здесь у нас есть и контрольная . вот эта контрольная . сейчас я ее обозначу она есть у нас с вами на выкройке и вот здесь я даже повысекала и следующее это у нас была контрольная . по нашей с вами по нашему разрезу я тоже его обозначила теперь значит вот эти точки обозначены можем с вами перед и спиночку детали переда и спинки обработать оверлоком полностью вот так вот и по низу и по боковому срезу опять-таки до вот этой контрольной точки конечно же вы должны все сравнить чтобы у вас вот эти длины переда и спинки чтобы они совпадали значит сейчас я обрабатываю обрабатываю детали обтачки переда и спинки по низу вот у нас ее низ перед тем как будете обрабатывать обязательно сравните чтобы вот здесь была одна величина если у вас допустим где то есть какие-то расхождения значит нужно их выровнять значит сейчас обрабатываю обрабатываю и также точно так же я вот здесь вот рассекала по спиночке обрабатываю низ бретелем для лучшей посадки я придаю дугообразную форму вот здесь вот где у нас шов я как бы сутюживаю а вот здесь здесь гиб я как бы чуть-чуть вот так вот ну растягиваю и получаем чуть-чуть чуть-чуть такую измененную форму это нам даст возможность что сама бретель будет лучше лежать то есть не будет спадать и теперь вот это вот часть где я немножечко вот так вот как бы растянула и где у меня сгиб пойдет к середине то есть будем вот так вот прикладывать а там где у нас идет шов это будет идти к направлению к боковым срезом теперь идем к спинке и по спинке отмеряем а вот так вот один сантиметр от края и прикладываем там где у нас шов вот так вот бретель я ее пристегиваю булавочками пока фиксирую можно сделать строчку затем следующий шаг тоже на спинке мы с вами должны зафиксировать откосок вот мы его берем тоже отмеряем один сантиметр но в моем случае это сделать вот видите легко с этой стороны и отмеряем отсюда один сантиметр и прикладываем тоже откосок по направлению друг к другу я зафиксирую с одной стороны с другой стороны можно прометать можно проложить строчку можно просто вот так вот поровняем срезы заколоть булавочками после чего мы берем обтачку спинки и ее нам нужно будет тоже вот так вот прикладываем присоединяем и прокладываю строчку обтачка сама обтачка должна быть немножечко меньше спинки поэтому я вам рекомендую вот здесь вот буквально по два-три миллиметра срезать вот смотрите видите когда я прикладываю у меня здесь даже не хватает это нам обеспечит хороший переход лицевой стороны на изнаночную но вот здесь в области там где у нас должно быть все одинаково сходится я здесь немножечко буду ее как бы подтягивать поэтому фиксируем булавками прокладываем строчку и вот здесь в этой области вот видите я дотягиваю теперь пусть того как мы строчку сделали срезаем уголочки помимо того что мы срезаем уголочки вот здесь вот у нас нужно по скруглением сделать по рассекатке фрагмент но не рассечь нить после чего вывернуть про утюжить также мы можем с вами излишки вот сейчас я рассекаю можно будет излишки срезать ну вот допустим вот здесь если у меня много ткани но я считаю я хочу чуть-чуть вот так вот немножечко срезать чтобы было меньше вот здесь вот ширины припуска после чего выворачиваем про утюживаем можно потом будет делать отделочную строчку но пока все утюжим вот я вывернула но не утюжила и хочу вам показать за счет того что мы немножечко ширину обтачки забрали вот у нас видите сразу идет переход лицевой стороны на изнаночную он сам по себе у нас вот так вот получается точно также обтачку переда она будет у меня меньше пока у меня парогенератор разогревается я утюжить не могу значит я дальше продолжаю работу вперед беру кладу к себе лицевой стороной вот так вот к верху накладываю лицевую сторону в спинке и бретели вот так вот ровненько ведь они идут вот мы с вами делаем именно вот таким вот образом тоже беру отступаю один сантиметр отмечаю здесь также один сантиметр прикладываю бретели прикалываю их и сюда же распределяют таким же образом обтачку точно так же как и по спиночке то есть все точно так же и обтачка переда тоже у нас немножечко меньше также как и спинки и прокладываю строчку по полочке выполняем все то же самое как по спинке присмотрите вот здесь вот эти краешки кота как когда мы будем вот так вот с вами отводить обтачку будут выглядывать поэтому их тоже нужно будет убрать срезать вот так вот на уголок обрезать лишние нити и с другой стороны тоже самое срезаем теперь следующая наша задача смотрите что нам нужно сделать совместить вот сейчас один края вывернула 2 еще не выворачивала можно вывернуть сделать точно так же выворачиваем и мы вот здесь вот видим переход то есть вот у нас строчка и вот у нас строчка совмещаем начиная с низа а мы же с вами все проверяли что у нас все было ровно и хорошо значит вот у нас идет разрез значит я его фиксирую то есть вот сюда да вот этой точке мы должны сделать тот ну такую вот закрепочку да одну даже я чуть чуть ниже опущусь еще на сантиметр ниже разметки и вот здесь также складываем под эти у нас и обтачки сходятся и теперь мы делаем строчку так чтобы она у нас вот здесь вот практически сошлась то есть я начинаю вот отсюда поровняла срезы здесь делаю вот так вот закрепочку и пошла пошла вот так вниз и здесь у нас тоже все сходится потом мы делаем в разутюжку то есть вот здесь вот все разутюживаем еще раз смотрите вот так вот убираем в сторону обтачки чтобы была возможность выйти вот к этому краю если вы не дойдете где-то там миллиметр ничего страшного потом это можно будет все закрепить строчкой сверху еще раз показываю что вот мы отогнули обтачку спинки и переда ведь именно вот так вот она у нас ушла и теперь подводим и вот с этого места приблизительно с этого места если вы на миллиметр сдвинетесь не страшно мы начинаем с вами делать закрепку и далее равняя срезы продолжаем строчку до указанной линии то есть до разреза и вот здесь смотрите вот я видите обозначил делаем также закрепку и теперь шов у нас будет идти в разутюжку для того чтобы мы красиво выполнили шов в разутюжку и красивая была у нас линия именно разреза возможно сделать стежки крупные не делая закрепку отсюда проложить строчку до самого низа и потом все разутюжить и так смотрите вот мы боковые срезы сделали в разутюжку верхней части откосок поворачивается естественно у нас в сторону переда и вот здесь мы с вами делаем застежку то есть пробиваются петли и пуговицы вот одна сторона если где-то что-то у вас вот этот миллиметр да вот здесь вот я вам показываю вот у меня тоже смотрите я вот видите не дошла закрепку сделала но здесь можно поступить во первых таким образом вот здесь можно зафиксировать или сделать застежку все будет держаться никуда ничего не будет уходить и здесь то же самое все видите вот мы получили вот такой замечательный результат то что я вам говорила строчки на карманах вот я их не показывала вот они у нас выполнены все остается нам выполнить подгиб низа для подгибки низа поступаем таким образом вот я за утюжила уже разрез теперь должны мы с вами наметить подгиб и закладываем значит вот у нас должен быть все спрятано поэтому мы поступаем вот таким образом поворачиваем на ширину подгиба прокладываем строчку фиксируем делаем закрепку и когда мы выворачиваем то мы получаем вот такой вот эффект что все само по себе ну вот так вот она будет когда вывернуто все само по себе будет идти в подгиб нам останется только все про утюжить приметать если надо вот эти вот края вырезать то есть вот эти вот хвостики чтобы их не было видно и сделать строчку по нашему разрезу по линии низа опять по разрезу по линии низа и выйти вот к одной точечке по разрезу я буду разрез фиксировать немножечко немножечко но допустим будет эти строчка и вот так вот уголок ну то есть подниматься вверх хотя бы надо на сантиметр но я вот так вот просто сейчас рисую да и вот так вот у меня пошла строчка вот сюда и вот сюда все теперь выполняем подгибку не за это по линии низа строчка выполнена по разрезу и как я вам говорила вот здесь вот я сделала уголочком все закреплено низ обработан все аккуратно все красиво и изделие уже практически готова я сейчас думаю над тем чтобы здесь все таки были не пуговица у меня есть вот такие вот замечательные пластиковые кнопки они четко и как бы по размеру подходят и думаю что красиво и будет гармонично и украсит ней наши изделия все заканчиваем при желании кто хочет пожалуйста делаем еще отделочную строчку по верху либо оставляем вот так